В Новошахтинске на улице Балочной живёт Александра Дмитриевна Самарская. На днях ей исполнится 91 год. По состоянию здоровья бабушка намерена прожить ещё десяток, если ничего не случится. А случиться может что угодно. Например, она может не удержать ведро с углём, чтобы подсыпать печку. Или поскользнуться, направляясь к покосившемуся туалету. Или быть избитой непрошенными гостями. Такие случаи в её жизни уже были. Жулики открыли вон там окошко, вывели ночью, в три часа ночи. Залезли, а здесь закрыта дверь. Они вырвали, а я там сплю и не слышу. Они подходят, а я слышу, что потокал к дивану. Я только как руку зажечь, торшать, они сразу, бабушка, заначки. Ну, я боюсь, конечно, она дала 10 тысяч. Было вот сразу. Они перерыли, всё. Я говорю, да какие заначки? Бабушка всё нанимает, же, бомбра платит. Всё, никто даром ничего не делает. Секретарь по молодёжному движению Компартии города Александр Гармашов во время последних выборов участвовал в голосовании на дому. Участковая избирательная комиссия заехала к Александре Дмитриевне. Та и пожаловалась на то, как трудно справляться одной с домом. 91 год, да? Да, будет. Вы ветеран войны? Труженик тыла. Они болит, тоже глупые. Труженик тыла, да? Да, и но и тё. А во время войны где работали? В исполкоме. В Груссинадеевне. И конец. 16 лет исполкоме. А вот квартира, видите, не дают. У неё нет детей. Это во-первых. Во-вторых, крыша течёт у неё. В гараж начал валиться. Мы решили, собрание у нас было в Саубесе. Ну, привели сюда комсомольцев. И своими силами начали делать гараж. Разобрали крышу, вынесли мусор из гаража. Потом доски новые положили, сверху рубероидом покрыли и шифером. Дальше будем стараться сделать бабушке забор, бабушке кровом обгородить. Ну, и туалет у неё тоже скоро завалится, нужно тоже покрыть крышей. Активисты Компартии обратились в нашу редакцию, чтобы повлиять на чиновников, отказавшихся помочь старушке в переселении из ветхого жилья. Но, как оказалось, сама она даже не попыталась себе помочь. Александра Дмитриевна не состоит на квартирном учёте в Управлении жилищной политики. А поскольку имеет в собственности жильё, не может претендовать на получение нового. В программу по переселению из ветхого жилья не попало. И ремонт дома по закону государство тоже не может ей обеспечить. Не участник войны. Создать условия для проживания может только интернат для престарелых. Ну, вот сейчас же есть социальные всякие такие приюты. Не хотите в обществе жить? Не хочу. За вами бы ухаживали. Не надо. Я буду дома лучше тогда. Тяжело мне. Печку-то, в таком возрасте, топят печку. Там дуюсь в поле, сплю двумя одеялами, обутая, а поток одевая, заматываясь, холодная. Дують невозможно ухаживать. Ну, как жить, я не знаю. У вас углем отапливается? Ой, я говорю, ни подниму, ни угля, ни дрова. Уголь в колидоре, дрова ухаживаются. Гибель. Соцработник у вас есть, приходит? Да, приходит. Ну, что она пришла, вот, допустим, два-три раза в неделю. Пришла и ушла. А ну-ка, потягай, и все, и вон, и туалет, вон, аж куда я падаю, и вот тут рачки лезла, если понесла, рачки лезла туда. Водичка тоже. Ну, я не гожа, я никуда не гожа. Мы уехали от Александры Дмитриевны несколько обескураженные. Как помочь одинокому человеку? Но активисты Компартии настроены что-то предпринять. Например, помочь ей собрать документы на получение жилья. Как оказалось, это не единственная подопечная, кому намерены помогать члены Компартии. У нас еще один дом находится на Веселой. Прямо тоже в балке, считай. Поедем, да, да, бабушка живет, там у нее ни забора нет. Крыша тоже протекает, нужно будет шифер докупить, это докупить. Средства нам не выделяют, мы стараемся сами, как можем. У вас есть помощники, да? Помощники есть, комсомольцы есть, октябрят есть маленькие. Ну, с октябрят что возьмешь? С комсомольцев, да. Подрастут, уже будут комсомольцы, они будут помогать нам. И я знаю, что еще и помогает инвалидам. Инвалидам, да, колясочникам. Вот у нас есть инвалид, живет на каком этаже? На третьем этаже. Вот нужно будет как-то бабушке, чтобы на первом этаже отдали квартиру, хотя бы поменялись с квартирами, чтобы и на коляске бедной, на третий этаж не взбираться. Условия, да, для жизни. В нашем городе тысячи одиноких стариков, кто даже не рассчитывает на помощь государства. Но вот если будет побольше неравнодушных людей, жить им было бы немного легче. Бомбля, побаки.